Добрый день, уважаемые студенты и наши возможные слушатели! В рамках нашего курса лекций мы говорим с вами о различных театрах народов мира. И в рамках данной лекции мы продолжаем рассматривать индийские народные театры. Сегодня мы говорим с вами о театре, который называется Чхау. Это форма традиционной танцевальной драмы. Она существует в Восточной Индии. И она была разработана и далее внедрялась низшими кастами. Они называются в Индии Адиваси. Причем обычно Адиваси проживают в сельской местности. Чхау в основном исполняется на ежегодных фестивалях. И чаще всего ее, вернее, вот эту форму театра, можно встретить на фестивале, который называется Чаэтра Парва. Существует несколько региональных традиций, которые между собой все-таки различаются по стилю театральной игры. Есть Сирайкел Ачхау. Оно берет свое название от городка Сирайкела в штате Джаркханд. Пурули Ачхау самый яркий стиль данного исполнительского искусства. И он как раз и наиболее связан с тесной, вернее, теснее всего связан с древней традицией Адиваси или коренного населения Индии. Он возникает в районе Пурулия. Это западная Бенгалия. Менее известен и менее распространен стиль. Он называется Минднапур Чхау. Он распространен в районе Джаргам, Миндзинь-Нипур, тоже в западной Бенгалии. И вот эти все три направления Чхау, они используют, кроме ярких костюмов, еще и особенные маски. А в штате Удиша, в районе Майор-Бханш, существует четвертый стиль Чхау. Он так и называется Майор-Бханш Чхау. Он исполняется в красочных костюмах и также в головных уборах, но именно это направление не используют маски. Темы для исполнения в театре Чхау взяты из классических индийских эпосов Махабхарата, Рамаяна и Пураны. Получается, что вот это исполнение Чхау – это часть религиозных ритуалов соответствующих этнических групп. Хотя артисты проходят профессиональную подготовку, тем не менее, большинство из них не выступают в течение полного рабочего дня. Они имеют постоянную работу в городе или в какой-то отрасли сельского хозяйства. Как и большинство театров Индии, раньше стиль Чхау исполнялся только мужчинами. Но на сегодняшний день в некоторых регионах можно в театре Чхау встретить и женщин. Есть разные взгляды на происхождение названия Чхау. Считается одна из версий, что это слово происходит от санскритского слова Чхая – тень. Есть также версия, что это слово сходно или родственно слову Чхадма, что означает маскировка. Но также есть версия, что слово Чхау – это жаргонное слово на языке Орье, которое означает охота или атака. Есть также термин Чхау, Чхак на языке Мундали, и это означает слово дух. Мундали или Мундари – это как раз язык народов Мунда. Это и есть та самая группа, одна из многих Адиваси, чья традиция включает в себя исполнение Пурули Ачхау. Также некоторые исследователи видят в традиции исполнения Чхау некоторый боевой аспект. И считается, что это может выражаться через ассоциацию с древним санскритским словом Чхау-ни, то есть военный лагерь. Из этого слова в хинди есть сейчас слово Чхау-ни, это означает доспехи, и слово Чханг, которое означает атака. В любом случае это слово Чхау относится к какой-то деятельности или к профессии, а не к определенному классу или к какой-то подкасте, который называется Джа Тим. Это важно для понимания того, что все четыре вида танцевальных форм театра Чхау заложены в определенной культуре определенной группы населения. Однако, в принципе, научиться вот этому исполнительскому искусству и принять участие в представлении может каждый. Театр Чхау в целом принадлежит определенному географическому региону, но центры трех стилей, кроме Майорфханш Чхау, находились на расстоянии нескольких дней пути в прежних дорожных условиях, что могло быть причиной развития различных стилей. Пурулия – это бенгалоязычный район в Западной Бенгалии, и в этом районе также говорят на некоторых племенных языках. До территориальной реформы 1956 года Пурулия была частью на сегодняшний день несуществующего района Манбхум в штате Бихар с большинством населения, которые говорили на хинди. После реструктуризации, которая происходит по языковому признаку, достаточно большая часть Пурулия переходит в Западную Бенгалию, а оставшаяся часть этого исторического региона переходит в район Синк-Пхум в штате Бихар. В 2000 году южная часть Бихара, включая и Серайкелу, там развивается свой стиль Чхау, становится новым штатом Джаркханд. Получается, что вот эти территориальные особенности тоже имеют значение при понимании театра Чхау. И вот та часть представлений, которые разыгрывались в той части Пурулия, которая раньше находилась в Бихаре, имеет очень древнюю связь с областью, которую говорят на хинди. И это означает, что вот и Пурулия Чхау, и Серайкела Чхау, их представления основаны на их переводах на хинди и на особых интерпретациях, которые там укореняются начиная с XVI века. Эти версии Чхау значительно отличаются от версий бенгальского поэта XVII века Кавичандры, которые по-другому используются в Пурулия Чхау. Получается, что в одном и том же стиле существуют региональные различия в содержании. А вот различия внутри Пурулия Чхау существуют и в практике исполнения драм. Пурулия Чхау всегда была сельским стилем одевасии или племенного населения и сохранилась в особенно мощной оригинальной форме. История его практически неизвестна. Есть версия, что этот стиль драматического искусства происходит от военного танца, который исполнялся под кастой, это была фермерская или сельская каста Курми. Курми до сих пор называют свои танцы Чау Юдха. К слову, Чау есть перевод «война». До начала 1940-х годов Пурулия Чхау в некоторой степени пропагандировалась и финансировалась раджами. Раджа – это один из правителей, бакхамунди, которые хотели распространить свою индуистскую веру среди Курми и убеждали их дополнять свои военные танцы историями из индуистских эпосов. Однако, когда эта система перестает уже иметь свою актуальность, это происходит в 1947 году, прекращается, и поддержка, и вот эти танцевальные стили уже сохраняются в деревнях и существуют на уровне традиций, а потом этот стиль уже существует в своей своеобразной форме. Есть бенгальский литературовед и этнограф. Его годы жизни – 1909, и он умер в 1984 году. Его имя – Ашутош Бахат Тачари. Он первый описывает Пурулия Чхау как вид народного театра. Он впервые увидел этот стиль в отдаленной деревне в районе Пурулия в 1961 году. Когда он его увидел, это был племенной танец или племенное представление. Это были народы мунда, и у них не было ни настоящих масок, ни костюмов. Тем не менее, они исполнили практически весь эпос Ромаяна, что было, конечно, потрясающим для исследователя, который соприкоснулся с совершенно другой культурой. Он не ожидал этого там увидеть. Музыкантами, которые сопровождали данное представление, была каста «Дом». Это низшая каста индусов в Западной Бенгалии. Индусы высшего класса не принимали участия в Чхау и не поддерживали представления. Образованные люди часто игнорировали театр Чхау или в крайней степени не одобряли его. В 1960-е годы Бхат Тачарьи вместе со своими учениками из Калькутты начинают собирать и реставрировать старые костюмы. Они совершают этнографическую экспедицию по разным населенным пунктам. Это очень отдаленные пункты. В 1969 году Бхат Тачарьи впервые привозит в Нью-Дели 50 артистов Чхау по приглашению Академии Сангит на так. И с 1972 года вот эти вот группы артистов отправляются с выступлениями за границу. Вот это то, что касается Пурули и Ачхау. А вот названия других двух стилей, то есть Сирайкела и Майрубханш, они относятся к названиям, то есть до обретения Индии независимости в 1949 году. Это были небольшие княжеские государства. Их правящие семьи поддерживали танцевальные театры и, соответственно, оказывали на них влияние. Регион вокруг Сирайкелы был относительно мирным с тех пор, как в 1820 году с британцами был подписан мирный договор, и Сирайкела не подвергается после этого никакому внешнему влиянию. В такой спокойной обстановке театр Чхау превращается в часть фестиваля Чайтра Парва. Члены правящей семьи сами были активными танцорами и влияли на оформление представлений и их содержания. И поэтому Сирайкела Чхау более элегантный и более, скажем так, затратный, что ли, исторический сценический стиль. Получается, что Сирайкела Чхау – это классический танцевальный театр, корни которого среди племенного населения всё-таки часто подавлялись. Фольклорные элементы Сирайкела Чхау всё ещё очевидны, особенно в сельской местности, которые меньше находились под прямым влиянием правящих князей. Как и в предыдущий период, под влиянием княжеского рода в XIX веке, в представлениях Чхау продолжают принимать участие и другие группы населения, то есть это земледельцы из низших каст, это Адиваси и Кшатрии. Также при дворе или при дворце работала собственная танцевальная труппа, которая, тем не менее, потеряла свою работу, когда вот эти князья потеряли власть и когда случаются экономические изменения после обретения Индии независимости. Слабая связь с этими традициями сохраняется, тем не менее, и по сей день, но большинство выступлений на весеннем фестивале Чая Тропарва исполняются танцевальными коллективами из окрестных деревень, которые приглашаются правящей семьёй. Сирайкела Чхау впервые была исполнена за пределами региона в 1936 году в таких городах, как Калькутта и Бомбей, и спустя год танцевальная группа театра Чхау отправляется в Европу. В 1964 году федеральное правительство штата Бихар создаёт небольшой учебный центр по направлению театра Чхау и его развития. Учителя и ученики образуют театрально-танцевальную труппу, которая даёт представление и в то время, когда не проходит фестиваль Чая Тропарва. Помимо того, что есть и деревенские исполнители Чхау, о них мало что известно. Получается, что вот это вот в Калькутте и в Бомбее существуют небольшие танцевальные трупы, которые сохраняются с тех самых пор. Они пропагандируют и исполняют Сирайкела Чхау, и в определённой степени они конкурируют друг с другом. Также нет письменных записей о том, когда появляется Майорбхан Чхау. Считается, что форма данного представления, по-видимому, укоренилась исключительно в деревенской народной культуре и среди Адиваси. Военный аспект некоторых сцен, тоже считают некоторые следователи, может происходить из процветающего церемониального искусства войны, которое описывается в хрониках раннего королевства Калинга. Со времён расцвета при царе Хоровала во II веке до н.э. существуют вот эти описания. А в IV веке до н.э. в пещерах Удаягири и Кхандагири были, ну, они датируются этим периодом, там сохранились каменные рельефы, которые изображают боевые зрелища с мечами и щитами, и также акробатические упражнения. Начиная с XVII века возникает традиция создавать свитки с изображением, они называются пат, их изготавливают бенгальские специалисты, они называются патуа. Большинство представителей данной этнической группы, это мусульмане, тем не менее свитки с картинками взяты из народных верований и великих индийских эпосов. Патуа традиционно представляет свитки с картинками, выступая в роли театральных рассказчиков. Преобладают истории из жизни Кришна, и многие сцены позволяют проводить сравнение как с рельефами калинга, так и с последовательностями движений, которые наблюдаются в стиле Майорубханч Чихау. Позы и последовательность движений в представлении Чихау отличаются от классических индийских танцевальных стилей из-за деревенских элементов и племенных традиций. Получается, что в Чихау танцоры выполняют рисунок движений из положения покоя, после чего они временно возвращаются в исходное положение. В Чихау сюжетные разделы, они называются нритья, чередуются с ритмичными танцевальными номерами, они называются нритам. Для них характерна определенная последовательность шагов, поворотов и прыжков. Актеры Чихау больше пересекают комнату и используют всю доступную часть сцены. Обширные движения рук и ног делают пространство частью хореографии, которые точно регулируют занятия пространства во времени. Ключевым аспектом театра Чихау является его ритуальный контекст. Я уже неоднократно сказала о том, что все представления Чихау это часть фестиваля Чая Тарапарва, а вот на этом фестивале поклоняются главным богам Шиви и его штупруге Шакти. И по индейскому календарю этот фестиваль приходится на месяц Чайтра. Это первый месяц Нового года, который продлится с середины марта до середины апреля. Чайтра Парва или праздник весны это часть годового сельскохозяйственного цикла, который длится в течение нескольких дней. И информация о том, сколько может идти этот фестиваль, варьируется в широких пределах. И иногда этот фестиваль идет 4 или 5 дней, а иногда идет в течение 26 дней. Именно представление Чихау проходит в последние 3-4 дня фестиваля Чая Тарапарва. Начало мероприятия определяет официальный астролог, который по звездам по гороскопу правителя местного принца определял подходящий день. Официальное открытие представления Чихау состоит из того, что сначала устанавливают высокий церемониальный шест из зеленой бамбуковой трости. На вершине этого шеста находится красный флаг и привязаны листья манго. Вот это будет обновляться каждый вечер. Получается, что в Серой Келе вот этот шест потом понесут процессии от королевского места для купания на реке Харкай до храма Шивы на центральной деревенской площади. и все это будет сопровождаться оркестром с барабанами и также с инструментом, который называется Шенай. На ночь вот этот столб будет перемещаться дальше во двор храма внутри дворца и туда будут иметь доступ только члены правящей семьи. Подобные ритуальные основы практикуются и на других площадках, что оказывает сильное влияние на последующие события. Интенсивность представлений доходит до трансовых состояний и указывает на все ту же магическую ритуальную связь. Поклонение Шиви в данном регионе имеет очень давнюю традицию. Особенно ярко это поклонение проявилось между V и IX веками. Все-таки есть версия, что акробатические прыжки, повороты и батальные сцены, которые демонстрируются в театре Чхал, заимствованы из военной подготовки, которую пехотинцы получали в армиях феодалов. Но некоторые танцоры полагаются на классическую традицию и черпают свой стиль из танца Шивы Тандава. Классифицировать некоторые отдельные элементы очень сложно. В практике исполнения Чхау сходятся три традиционных линии. Страивание в магический, религиозный или народный ритуал, старинное куртуазное военное искусство и стилистическое развитие движений танца. Хотя Чай Тарапарва посвящен Шиви, принцы по плодородии на самом деле поклоняются в именах женских божеств мангала Кали и Чанди. Весенние фестивали прослеживают именно этот аспект в большинстве культур. И также интересно и то, что вот это вот представление Чхау сочетает в себе индуистские и племенные традиции. Музыкальное сопровождение во всех стилях Чхау сосредоточено на ритмической структуре, которая напоминает о боевых корнях данного представления. Самый громкий звук издается барабаном Дхамса. Это большой барабан с корпусом из листового железа. Именно Дхамса обеспечивает основные ритмы, под которые актер выполняет быстрые телодвижения, которые называются Чамак, и это переводится как Вспышка. Дхамса поддерживается одним или двумя бочкообразными барабанами Дхол, и те, кто играют на них, они также еще и иногда выбегают на сцену, бегают между актерами и подбадривают их. Наиболее широко используемый в Чхау мелодический инструмент это махури, это конусный гобой, и еще иногда используется однострунная щипковая цитра без ладов, бамбуковая флейта Банси. Ритмическое сопровождение представления Чхау делится на три обычных скорости медленная, средняя и быстрая, соответственно, они называются Виламбит, Матхьяма и Друта, с изменением скорости и происходит драматическое развитие событий. Актеры, которые выступают в театре Чхау, обвязывают лодыжки специальными колокольчиками, они называются гунхур или гангура, и эти колокольчики используются для того, чтобы дополнить музыкальные ритмы, особенно, когда будут топать ногами и совершать короткие вертикальные прыжки. Получается, что большинство музыкантов исторически, которые выступали вместе с труппой в театре Чхау, принадлежали к низшей касте, которая называется Дом. Барабанщики, которые выступают на религиозных и светских церемониях, эта особая подгруппа называется Собу-Ро, и обычные мелодические структуры берутся из бенгальского народного музыкального стиля Джхмур и народного театра Джатар. Джумур – это одна из религиозных песен, которая называется Киртан. Изначально они были записаны для поклонения Вишну, и они содержат мелодичные элементы племенных традиций. Представление Чхау само уже представление – это оживленная приветственная музыка, которая исполняется на шахнае и барабанах. Музыканты входят в танцевальную зону и несколько раз обходят ее. Как только они перестают играть, к ним присоединяется певец, он исполняет народную песню в стиле Джхумур. При этом сначала он просит помощи у Ганеши с благоприятной точки зрения и затем кратко объясняет содержание следующих сцен. Барабанщики возобновляют свою игру, произнося удары барабана на слоговом языке, который называется «бол», который затем снова повторяется на барабане и в итоге начинается само представление. Одновременно выходят и могут играть до шести актеров в Дхамсе. Они могут сидеть на краю сцены и некоторые музыканты могут также двигаться на площадке позади актеров. Основная полусидячая позиция артиста или танцора, который используется в Чхау, она существует и в некоторых других классических театрах, например, в Катхакале, она называется «хантумуда» от слова «колено» «складка». И существуют две категории последовательности шагов. Например, Дева-Чал это шаг бога для тех, кто играет богов и есть Асура-Чал, то есть шаг демона для их противников. Асуры сражаются с богами из-за своей неудачной судьбы, но в основном именно в театре Чхау они ведут себя довольно незаметно. Асуры здесь герои с человеческими способностями. Ракшасы для них существует Ракшаса-Чал или поход к Ракшасам. Это совершенно другие существа, они злобны насквозь и даже едят человеческую плоть. Поэтому их походка соответственно недостойна неуклюжа. Есть также в представлениях Чхау и персонажа-животные. Они тоже берут свое начало из великих эпосов. Особенно обезьяна Хануман они используют стиль движения Пуш-Чал. Подробно различают стили медведей, джамбабан, львов, бах-чал, змей, лягушек и некоторых других животных. Женские персонажи имеют свои собственные стили и они названы в честь соответствующих богинь. Например, Лакшми, Сарасвати или Кали. Светские персонажи обычно не часто появляются в направлении театра по руле Ачхау. И вот как отмечают исследователи, недавно в театрах Ачхау появился светский человек, его стиль называется бабучал, и вот это уже веяние современности и то, как его понимают и переосмысливают актеры Ачхау, это уже не общепринятый канон. Для хореографии свойственны мощные размашистые движения. Например, Рама, это герой эпоса Рамаяна, предстает воинам, которые гордо покачивают плечами, когда выходит на площадку. Спутница Рамы Сита или принцесса Драупади из Махабхараты также выглядят мужественными, поскольку исторически этот театр все-таки приветствовал только актеров мужчин. Когда показаны схватки между добром и злом, то актеры гоняются друг за другом по кругу с грозно поднятыми мечами и останавливаются лишь для того, чтобы пустить друг в друга воображаемые стрелы. Если есть прямо злой демон, тогда при поединке оба актера катаются по полу и бросают друг в друга камни. Все это сопровождает мелодия, то есть тот, кто играет на инструменте The Hall, он бегает вокруг актеров с криками и вся эта музыкальная аранжировка отвечает за тайминг. Именно благодаря своему фиксированному стилю игры именно музыканты выводят актеров на сцену и без их ритма актеры не смогли бы двигаться, потому что тогда бы им не хватало именно временной структуры. Маски в театре Чхау, кроме последнего стиля, о котором я сказала в начале, использовались во все времена и изначально их делали из дерева. В некоторых домах вот тот самый исследователь Бхат Тачарьем, который впервые описывает данный театр, он видел старые тяжелые деревянные маски и они в некоторых местах сохранились до сих пор. Сегодня все-таки используют более легкие маски из папье-маши, поскольку они дают владельцам больше свободы движений и можно находиться в них какое-то время для того, чтобы актер мог дышать. Естественно, что театр Чхау является достаточно интересным представлением им. Правительство штата Одиша основало государственный танцевальный центр Чхау в 1960 году в местности Серой Кели и в городе Майрупханж. Появляется такой театр в 1962 году. Эти два учреждения занимаются обучением с участием местных гуру, художников, покровителей и представителей учреждений Чхау и также спонсируют выступления. Фестиваль Чай Тарапарва, который имеет огромное значение для развития театра Чхау, также спонсируется правительством данного штата. И Академия Сангикна Так основала национальный центр представления Чхау в Барипаде, это тоже штат Удиша. В 2010 году представление Чхау внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Уважаемые студенты и наши возможные слушатели, если вас заинтересует любой из аспектов, озвученный мной в данной лекции, я думаю, что вы можете изучить эти вопросы самостоятельно. И сейчас спасибо за внимание. Спасибо за субтитры!